Вся цепочка ее прохождения, в этой киске, будем говорить, она будет прописываться, ее движение будет прописываться в программе маркировка. Таким образом, получая меховое изделие с этой меткой, следующее звено должно будет записать в РФИТ-метку определенные свои данные, наименование предприятия и так далее. Вот для этого, естественно, обязательно необходимо будет считыватель и устройство записи на РФИТ-метку. Далее, значит, то звено, в котором находится эта шумная продукция, является, значит, и ответственным за правильность ее маркировки. То есть, если кто-то, какое-то звено получило шумную продукцию, оно должно ее перепроверить, меховую продукцию. Почему? Потому что, если неправильно нанесена метка или с неправильной меткой пришла продукция, значит, ответственность будет возложена на то звено, в котором она находится, эта продукция. Таким образом, это оборудование потребуется еще для того, чтобы проверить, правильно ли мне эту продукцию передали, с теми ли метками я ее получил и соответствуют ли они, значит, этой продукции. Вот как бы, если в целом, то вся цепочка, после приобретения этого оборудования, интеграции его установки соответствующих программных продуктов, настройки, обучения персоналу в каждом звене, вы получите полностью, как бы, работоспособный механизм, который будет и проверять, и осуществлять маркировку, кодирование. Вы сможете осуществлять маркировку в процессе производства, ну и, общаясь с программой маркировка РУ, вы, значит, налог РУ, вы сможете, значит, выполнить требования государства, и оно сможет отследить движение продукции от изготовителя до потребителя. Движение продукции от изготовителя до потребителя, значит, там есть определенные нюансы, тонкости, продукция поступившая из-за рубежа, продукция российского производства, ну, как бы в эти тонкости сегодня, может быть, и не стоило бы вдаваться, это разного цвета марки этикист, марки, то есть, тем не менее, там есть еще много ремансов. Самый главный один момент, что на Эрфид-метке записан код, значит, первоначальный, это закрытая зона Эрфид-метки, с этим кодом ничего нельзя сделать. Этот код будет сопровождать продукцию до уничтожения Эрфид-метки, наносится в закрытую зону этот код в госзнаки. Значит, вот, как бы, если каким-то образом повреждена или уничтожена марка КИС-метка, то вы должны будете установить новую, взяв на себя ответственность за это изделие. Естественно, устанавливая новую, вы присваиваете ей новый уникальный код, который записывается только коззнаком, закрытую в область, и просто так поменить Эрфид-метку на товаре никак не представится возможным, кроме как через программу маркировки. Также точно и списать, также точно оформить возврат от покупателя, также точно и оформить там, не дай Бог, при условии кражи, и так далее, и так далее, и так далее. Любая из этих процедур, которая потребует замены Эрфид-метки на товаре, она будет отражена в программе маркировки. Вот этот процесс, он важен. Эрфид-метка имеет уникальный нестираемый номер, записанный электронным способом, который уничтожить нельзя, и он является главным подтверждением подлинности этой продукции. Ну, наверное, в целом все. В частности, по оборудованию, по отдельным его частям. Сегодня, как бы, оценивается приобретение, будем говорить, последней части вот этой вот, именно, железа, 300-400 тысяч рублей. Так декларируется на некоторых, значит, вот консультативных интернет-ресурсах. Ну, думаю, что все-таки цена несколько завышена, и этот рынок соответствующим образом отреагирует. Значит, на сегодня, например, можно сказать, что вот принтера в печати у нас в броне нет. Почему нет? Потому что Эрфид-метка та, которая выпустилась нашими отечественными предприятиями, она не совсем попадает под правильность кодировки принтера. Он одновременно печатает термопечатью и одновременно программирует метод. То есть, сейчас решается вопрос о том, чтобы привести этих принтера в какое-то соответствие. Все это оборудование делается за рубежом. В России не производится. В связи с вот таким резким ростом доллара стоимость этого оборудования выросла кратно. И мы рассчитываем, что появятся китайские аналоги в ближайшее время, появятся корейские аналоги, появятся более дешевые виды этой продукции. Мы это наблюдали и в области токографов, и в области Росалкогольрегулирования. Дальше в планах нашего государства объединить Росалкогольрегулирование и маркировку, и все это вывести под контроль налоговой инспекции, скорее всего, это так и будет сделано. Сейчас, как бы, вот, маркировка алкогольной продукции находится в объединении Росалкогольрегулирования, маркировка шубной продукции попала уже под контроль налоговой инспекции. В ближайшее время будет выведена туда, скорее всего, и маркировка водочной продукции, ликероводочной, и, как бы, в проектах государства есть еще и маркировка сигарет, и маркировка некоторых медицинских товаров и так далее. Наверное, вы сможете. Большое спасибо. Продолжение следует...